всем ребят привет сегодня у меня видеоролик довольно таки интересный и полезный хочу поделиться радостной новостью что у нас за окном весна и скоро наверное через недельку уже выйдем на полноценный коп но для этого чтобы выйти нужно иногда как говорится приготовить саночки чтобы зимой так кататься и сегодня у нас будет аська 250 со стандартной катушкой как вы знаете этот прибор я до сих пор использую хоть у меня есть более дорогой профессиональный прибор это macro eraser вот но про аську 250 я никогда не забываю и она у меня полноценно работает на шурфах катушка как говорится моно очень хорошо себя зарекомендовала на шурфах и я не могу с ним расстаться до сих пор но к сожалению бывает такое что катушка вот смотрите совсем не держится это из-за чего происходит из-за износа проушин и штанги вот иногда бывает как вы видите здесь вот начинается подкладывание всяких пластинок всяких всяким в общем кому как угодно вставляют чтобы катушка была закреплена в одном положении в котором вам нужно и сегодня будем устранять эти недостатки и немножко свой а аську 250 модернизировать то есть мы сегодня сделаем и а подсветку табло и громкость как вы знаете орет аська 250 очень громко на всю деревню а если вы не хотите как говорится привлекать внимание громкость нужно убавить или же одеть просто наушники но зачастую наушниках неудобно ходить вот есть такие случаи когда без наушников лучше ходить но все равно так что сегодня немножко затрону эту тему по модернизации по ремонту будем ремонтировать катушку и подлокотник который у меня недавно ломался и я вам покажу все вскопом как это все я делал в одном видеоролике так что смотрим будет довольно таки интересно подлокотник при этом не затратив ни копейки узнавал что подлокотники в принципе дорогие вот и я решил своими силами восстановить подлокотник для этого мне понадобится вот такая вот труба канализационная я взял оранжевую потому что она более крепкая морозостойкая то есть я думаю она не лопнет и вот такой вот клей и боксидный вот можно конечно использовать другие клея но я взял этот на прошлом копе у меня вот вот так вот ломался подлокотник я смотрел у людей это частая беда что ломается в этом месте дальше мне нужно будет вот такой пример для резки ну кого нет такой возможности можно болгарка или вообще обычная ножовка по металлу будем резать таким вот таким вот диском вот вот эту трубу именно пополам вот так вот затем будем всем по последовательности так сделал я вот такой вот распил немножко здесь вот я распилил сам подлокотник я сделал для того чтобы не нарушать новое новое подлокотник вот чтобы он входил в эти пазы здесь вот и здесь вот чтобы не нарушить ребра жесткости и вот я немножко подточил чтобы он вошел так вот хорошо в ребра жесткости в этот паз при этом будет надежно и на века сделано для этого я использовал обычную ленту чтобы не рисовать разметку сделал и распилил сейчас то же самое сделаю старым подлокотником и тоже вставлю в паз видите он сейчас не входит и немножко подрежу и встанет в паз так смотрим дальше порядок действия по ремонту подлокотника смотрим так в общем я распилил распилил пополам практически трубу получилась у меня вот такая вот заготовка заготовка под локоть будет она ложится вот так вот примерно будет вот таким вот образом здесь спилил ребро жесткости сточил чтобы клей клей эпоксидный ложился ровными слоями чтобы плотно прилегала сам основной подлокотник вот при распилке очень много мусора мусора и в лицо летит очень много всякой дряни я использую вот такие тачки очки для того чтобы не повредить себе глаза меры безопасности прежде всего как вы сами знаете что пластик глазах очень болезненная вещь вот сейчас буду продолжать ремонт своего подлокотника и так наконец-то мы подошли к моменту склеивания поломанного подлокотника с нашей продукции для этого мы берем эпоксидный клей эпоксидный клей обычный обычный эпоксидный клей вот так он выглядит в упаковке внутри имеется у нас два тюбика это вот смола смола и отвердитель для этого изначально вот эту поверхность которая у нас будет склеивается мы обезжириваем либо спиртом либо растворителем смешиваем вот эти два тюбика и помощи шприца я продемонстрирую да и потом в течение 10-15 минут клей готовится и вы можете осуществлять осуществлять склейку вот элементов изделия клей сохнет 24 часа и после этого уже можно использовать его в работе для приготовления смеси мы взяли обычный шприц 300 миллилитров вот все это мы вливаем в емочку вот все здесь мы смолу влели все отвердительно вливаем емочку сделали мы это дело все убираем и начинаем начинаем медленно медленно перемешивать так вот он приготовили клей клей мы приготовили до такого состояния что капелька капелька как вы видите зависает и потом капает то есть это самая нормальная консистенция клея чтобы с ним работать обезжирил я обе поверхности здесь и здесь и здесь и раствориться у меня не оказалось мы просто обычным ацетоном итак начинаем наносить клей клей на поверхность так нанесли мы клей на поверхности склеиваем и клей у нас хватило прямо в аккурат так что можете эти пропорции брать как я вам показывал так ну вот мой подлокотник практически готовый вот так вот он выглядит после того как я его склеил для уверенности для уверенности соединения пока клей сохнет я вогнал два самореза я думаю их там не оставлю чтобы не было отверстий здесь вот эти острые края саморезов я срежу срежу и поставлю заглушки таким вот образом я восстановил свой поломанный подлокотник и вот так вот примерно будет выглядеть то есть в принципе прилично вот отреставрировать своими руками поломанную вещь но покупать купать отдельные заказывают ждать пока придет по почте и все остальное это очень нудно и муторно ждать когда придет посылка или найти где-то в магазине подлокотник во время копа идет в общем за час буквально можно отремонтировать таким образом подлокотник вот и осуществлять свою деятельность дальше вот таким вот образом ну а конечная ремонт я все-таки покажу как получилось вот а сейчас я немножко расскажу о своем своей модификации вот приборчик а я расскажу как я сделал здесь громкость и подсветку подсветку прибора этим образом я усовершенствовал свой прибор что нету стандартных приборов итак ребят ну а сейчас конечно же будем смотреть с вами непосредственно модернизацию что мы будем делать это будет подсветка на прибор я вам покажу конечный эффект получилось не особо но все равно все таки что-то видно и громкость что немаловажно и все это будет делаться уже в готовом виде потому что неудобно снимать даже когда я клеил неудобно руки в клею с одной рук в руке одно другое в общем снимать неудобно так что буду показывать конечный результат ну и все теперь смотрим к модернизации прибора думаю вам она тоже понравится и пригодится и воспользуйтесь такими же функциями как подсветка и громкость в принципе для аськи 250 это действительно нужно потому что громко иногда бывает и темно так что смотрим будет полезно сейчас я вам покажу свою часть прибора такие вот у меня прибор батарейки находятся аккумулятором они из разряда дешевых но на ней меня радует тем что хватает практически на четыре копа на четыре копа по четыре пять часов объемом 2500 батарейки trophy самые бюджетные аккумуляторы хватает в принципе надолго а сейчас я вам покажу где я сделал громкость громкость и здесь вот я в левом углу сделал тунглер регулировки звука вот справа вот справа это у меня освещение панели приборов громкость таким вот способом регулируется принципе очень удобно а подсветку и сейчас я покажу вам в вот в данном случае приборную панель у меня освещается вот так вот то есть это все выглядит тем самым мы усовершенствовали свой прибор особенно это хорошо заниматься если вы занимаетесь чердачным поиском где-то у нас на ремонт локотника полностью ушло часа полтора но на того стола вот у нас получился вот такой красивый прибор самое главное качественно я думаю он не сломается еще много много времени вот такой вот у нас приборчик получился так что пользуйтесь моментами и ремонтируйте такие вещи своими руками все на этом буду заканчивать свое видео смотрите мои видео подписывайтесь на канал и я думаю вам будет интересно все что я делаю все всем удачного копа в этом сезоне и хороших находок ну на этом ребят я и закончу свой необычный такой видеосюжет получилось в принципе громоздкое видео но я думаю ну не просто громоздкая ну и полезное много функций я рассказал которые можно использовать для аськи без 50 то есть модернизацию вот и по ремонту тоже зачетные фишечки постоянно что-то ломается выходит из строя и не знает как этот ремонтировать и чем и сегодня я вам показал наглядно что клей и эпоксидный очень шикарно справляется со всеми со всеми недостатками которые у нас встречаются поломки трещины и все 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 можно отремонтировать непосредственно этим клеем так что и все на этом заканчиваю и пока так кстати чтобы клей работал именно шикарно функционально как вы хотите от него результата нужно его смешивать в нужных пропорциях это один к десяти хорошее замешивание компонентов и тогда он прослужит вам не хуже сварки так что на этом все всем пока и пальцы кверху а